Ничто так не выбешивает, как глагол выбешивать, прочитала я однажды в фейсбуке. На странице группы «Лингвистические опросы» обсуждались самые ненавистные, самые раздражающие по каким-то причинам слова. На первом месте оказались «доча», «крайний» в значении последний, напитки «шампусик» и «пивасик», а также слова «телка», «рестик», «ресторан» и «человечек». Обсуждение слов, которые бесят, одна из любимых языковых тем в интернете. Сколько ее не обсуждай, пламя, мягко скажем, споров, не погаснет. Люди набрасываются на ненавистные слова с нескрываемым наслаждением и буквально рвут эти слова и друг друга на части. В этом видеоблоге мы попытаемся ответить на вопрос, почему русских и американцев в словах раздражает разное. Вот, например, опрос, который моя коллега провела на улицах Москвы. Она так и спросила, какие слова вас бесят. Ну, наверное, да, «пивасик», какие-то свои жаргоны, там, не знаю, словечки, «пойдем потусим», еще что-то. Ну, это те слова, которые искажают определенную русскую речь. Да, какие-то сокращения, да, там, упрощение, это все дело. Это, конечно, раздражает. Токсичное слово меня бесит. Фоткаться. Франчайзинги, мерканчайзеры, каворкинги и прочее-прочее. Кейсы, вот этот кейс, этот наш случай, это вот наш кейс, что за кейс? Меня бесит, когда говорят на районе. Роднуля. Роднуля? Роднуля. Это слово, которое активно используется в Инстаграме, почему-то оно вызывает у меня внутренние несогласия. Телочка, точно, еще там в натуре. Тебя какие бесит? Вообще даже не словать, вроде ничего не бесит. ХЗ. Или говорить, или не говорить, правильно? А, не, меня абсолютно ничего, как говорится, не бесит. Не тот возраст, чтобы я уже все перебесился. Когда люди говорят бессовестно, ненавижу, и, ну, хамские вот такие вопросы очень бесит. В основном меня раздражают слова, которые я сама тоже использую. Слова-паразиты, короче, типа, когда употребляют через слово матерные слова. Это, конечно, это все от того, что не читают литературы и мало свой развивают кругозор. Лингвисты часто не могут найти объяснения той или иной языковой антипатии. Взять, например, раздражающие многих сокращения, такие как диссер вместо диссертации. Но ведь именно таким образом в нашем языке закрепились кино и метро. Кто сейчас говорит кинематограф и метрополитен? Раздражают уменьшительно-ласкательные формы, но и они явление далеко не новое. Нелюбимую многими пироженку можно найти в текстах 60-х годов. И даже рейстику, то есть ресторану, уже как минимум 20 лет. И интересно, что обычно люди говорят, ну как же сейчас так можно, откуда берутся такие слова, я немножко посмотрел. Вообще они все довольно старые, хоть шампусик находится в текстах 80-х годов вполне. Вообще изменения языка, раздражаясь такого, чего-то не было, а теперь есть. Слово активность не было, невозможно было употребить на нужный числе, потому что это такое свойство. Высокая активность, низкая активность. Вот появились активности, какая-то карта с активностью. Моя коллега Маша Мортом ведет рубрику «Американский словарь». Она рассказывает о самых популярных словах и выражениях, которые американцы используют в повседневном общении. Я попросила Машу спросить ее собеседников, а какие слова раздражают и бесят их. Надо сказать, что вопрос их удивил. Было заметно, что о таких вещах они думают или разговаривают нечасто. Я бы легко могла сказать, какие слова меня раздражают в русском языке. Например, как-то по радио диктор сказала «Вот так это блюдо и кушается». А вот мои собеседники явно растерялись. Только один из них назвал слово, которое на его взгляд неприятно звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Курсовый. Расимные слырки... Я не думаю, что курсовый язык не так. Это правильный момент. Это когда человек использует слов в стране, как вы не выжили, вы не выжили. Я не думаю в словах в этом случае. Я имею в виду... Да, это словами, которые тоже являются негативными, но я думаю, что нет ничего не выжили. Я думаю, что это зависит от того, кто это приходит. Например, если я скажу что-то, скажу, моего босса, или кто-то, кто милее, или кто-то более мощный, и я скажу или делаю что-то, «О, ты так милый!» Я думаю, что это немного подразумевает. Что? Почему? Я не знаю, это просто... Я слишком милый для этого. Это новая генерация. Это не я. Получается, что носителей русского языка в основном раздражает то, как выглядит или звучит слово. Неприятными кажутся облик и форма, а не суть. В то же время американцы обращают больше внимания на то, какой посыл несет в себе то или иное слово или выражение. Действительно, как бы ужасно не звучали пироженка и шампусик, они вряд ли могут оскорбить, унизить или разжечь вражду и ненависть.